Красота спасет мир. Все это знают. Так вот, чтобы этой красоты было побольше, обратите внимание на цветы, которые вы почему-то немножечко забыли. Это дельфиниумы. Цветок потрясающий не только по своей красоте, в смысле цветовой гаммы. Есть и белые, и голубые, и розовые, и малиновые, и дымчато-фиолетовые. И я даже не знаю, как вам сказать. Трехцветные уже есть. Есть коротышки. Это новая серия. А есть двухметровые красавцы, у которых цветы махровые вот такие. Посмотрите вот сюда. Знаете, только обнять и плакать эти растения, они у меня вызывают просто такой, знаете, цветочный шок. Потому что двухметровый красавец, который цветет все лет, это многолетние растения, это не однолеточки скромненькие. Да, нужно немножко постараться. Цветок особенный. Причем посев на рассаду этого растения нужно делать обязательно в конце октября. Представляете, как долго он растет? А почему в конце октября? Не только потому, что долго растет. Все дело в том, что у этих замечательных растений вырастить их немножко трудновато. У них семена буквально два месяца после сбора их потом теряют всхожесть. И ваша задача, у вас все получится, купить их и, конечно же, посеять в конце октября. Пока они взойдут, будет ноябрь. Пока они там выпустят семидольки, будет декабрь. И вот с нового года они начнут расти. И практически они вырастут и, скорее всего, зацветут. Но как они зацветут? Посадочная яма у них, она тоже несколько особенная. Обязательно на дно посадочной лунки нужно насыпать дренаж. Ну, вы знаете, что это с легкостью. Любые названия дренажа переводятся как керамзит. Да? Вы это знаете. Насыпьте обязательно. Потому что дыхание для корней этого растения, оно крайне необходимо. Другие цветы могут расти как угодно. Эти нет. И еще есть такой цветок. Это люпин. Тоже дренаж. Только тогда вы увидите красоту и того цветка тоже. Значит, посеяли, взошло, растет. Начинаем подрыхлять, начинаем подкармливать. Желательно бы давать полные, комплексные цветочные удобрения. И микроудобрения тоже обязательно. И почва должна быть обязательно обработана, чтобы, не дай бог, какая-нибудь черная ножка не прискакала и не погубила ваши маленькие растенецы. Значит, серия новозеландская. Сейчас это тренд. Это просто супер они цветы. Да, на рынке продают готовыми. Но какие цены? Вы видели цветочек, да? Ну да, цветочек двухметровый. Ну он стоит около пяти тысяч. Это просто, ну не знаю, кто может из нас это купить. Легче все-таки вырастить. Да, в пачке всего вот такой красавец новозеландец. Всего три семечки. 50 процентов это точно вырастет. То есть полторы растения у вас будет. Лучше бы, если два из трех. Хотя бы. Но это уже успех, я вас уверяю. Посмотрите. Огромный цветок и в середине черный глаз. Огромный цветок и в середине зеленый глаз. Посмотрите. Какой цветок! Расцветка невероятная просто. И в середине желтый глаз, как у кошки. Белые, голубые есть. Вот среди них, к сожалению, здесь нет центурионов. Центурион нежнейшего розового цвета и нежнейшего голубого. Такого, кажется, и в природе не существует. А вот у цветов существует. И когда они цветут, вот представьте, начинают цвести снизу, и в течение практически полутора-двух месяцев это растение цветет. Если вы обрежете цветонос основной, то из пазух листьев выйдут боковые. Он будет чуть пониже уже, этот куст. Но все боковые расцветут однозначно. Кормить и поливать. Это залог успеха с дельфиниумом. Знаете, есть такой цветовод, и он как бы специализируется именно на дельфиниумах. Это виноградов. И среди его коллекции огромнейшее количество необыкновенных цветов. Они еще не ушли в серии. Но как они отбираются? Нанимаются десяток-два людей, которые сидят и перебирают семечки. Семечки, они имеют круглую форму, но среди них встречаются треугольные формы. Вот именно треугольные семена и отбирают эти люди. Именно из них и получатся те необыкновенные расцветки, те необыкновенные огромные цветы на этом цветоносе. Махровые. Они уже мало похожи на дельфиниум. Они похожи и на розы, и на астры. Все что угодно. На гвоздики. Потому что просто невероятно красивые. Я даже не знаю, у меня все слова кончились, чтобы это описать. И если вы посеете такие растения и добьетесь успеха, ну хотя бы один из трех, то потом вы можете отсаживать растения корневыми отростками. Каковые будут обязательно. И желательно их уже не сеять их семенами, потому что это все-таки гибриды. А брать корневые отростки тогда вы с точностью сохраните вот материнский и цвет, и рост, и махровость, и так далее. Естественно, при такой высоте, да еще на улице, конечно, цветам нужна опора. Поэтому бамбуковые палки двухметровые, это обязательно. Обязательно стебледержатели. Тогда никакой ветер не уронит ваши дельфиниумы. И они будут стоять как солдаты на посту, радуя глаз, особенно около заборов, особенно около построек, закрывая все это. И каскадом этих невероятных цветов и расцветок будут не просто радовать вас, а удивлять всех, кто их увидит. Я думаю, что я вас убедила, не надо забывать цветы. Мы как-то, знаете, настолько технократичны, что, ай, посеяли там какую-то веронику, да, ползучую, и растет она себе. Нет, мои хорошие, вот чтобы оставаться человеком, чтобы уровень вашего духовного все время поднимался, надо выбирать и такие цветы тоже. Потому что вот присутствие цветов на земле, это присутствие святого духа. И вы об этом знаете. Я надеюсь, что вы меня услышали, и я желаю вам просто вот всяческих успехов в выращивании таких необычных цветов. Лето короткое. Ну так и мы с вами живем не 300 лет, как черепахи, поэтому очень радостно, когда вот это все есть на участке. Ну на этом пока все.